Лето 1942 года. В оккупированном фашистами Киеве проходит футбольный матч. Киевская «Динамо» играет против «Люфтваффе» команды военно-воздушных сил Германии. Полуголодные, оборванные и ослабленные «Динамовцы» противостоят команде, составленной из лучших немецких футболистов, откормленных и сильных. Несмотря на оккупацию, трибуны заполнены под завязку. Накал страстей такой, словно сборная Красной Армии играет против сборной «Вермахта». Болеть за своих прибыл лично комендант Киева генерал-майор Эберхарт. Счет открывают немцы. Но в середине первого тайма киевляне забивают ответный гол. А на последних минутах тайма вырываются вперед. Во время перерыва в раздевалку к «Динамовцам» пришел адъютант генерал-майора Эберхарта. И от имени начальника приказал матч проиграть. В противном случае, сказал он, футболисты будут расстреляны. На второй тайм игроки вышли в подавленном состоянии. Играть не хотелось. Но трибуны взорвались аплодисментами. И шквал эмоций, которыми киевляне встретили свою команду, передался игрокам. Желание победить оказалось сильнее страха смерти. И поле стадиона в Киеве превратилось в поле боя. Где в итоге немцы были разгромлены. Сразу по окончании матча киевлян, ослушавшихся приказа, забрало гестапо. И вскоре все они были вывезены в Бабий Яр и расстреляны. В память о подвиге команды, в советские времена, на киевском стадионе «Динамо» установили памятник героям-футболистам. А сами они посмертно были представлены государственным наградам. В историю войны и в историю советского футбола, эти события лета 1942 года вошли под названием «Матч смерти». Изучая обстоятельства этой героической трагедии, мы отметили несколько нестыковок. Прежде всего, непонятно, с каким счетом выиграли киевляне. В разных источниках цифры расходятся от 5.1 до 5.3. Вдобавок, неизвестна точная дата встречи. Разброс чисел от 7 июня до 16 августа. И, наконец, в ряде изданий уже нашего времени, мы нашли сведения, что футболисты получили медали из рук Хрущева лично. Если так, значит, расстрела не было. Эти и другие возникшие у нас вопросы заставили изучить киевские события 1942 года более внимательно. Первый вывод, сделанный нами, такой. Все только что изложенное – это лишь красивая легенда. Но основана она на истории, которая действительно произошла в столице Украины летом 1942. Вот до сути этой истории мы решили добраться. Но что стало причиной проведения этого матча? Откуда в занятом гитлеровцами городе возникла сама идея футбольных состязаний? И вообще, что мы знаем об оккупации столицы Украины? Немцы вошли в Киев 19 сентября 1941 года. Советским войскам грозило окружение. И город с полумиллионным населением был сдан практически без сопротивления. Началась расправа над евреями и коммунистами. Остальному населению было объявлено, что опасаться нечего. Новый порядок установился всерьез и надолго. И своей главной задачей власти считают скорейшее восстановление нормальной мирной жизни. Из воспоминаний очевидцев нам теперь известно, как это делалось. Из лояльных режимов украинцев были сформированы новые органы власти, которые стали прикармливать спортсменов, деятелей культуры и других оставшихся в Киеве известных людей. Открылось несколько театров, появились новые спортивные сообщества. Кто-то шел на сотрудничество по убеждениям. А для многих это был просто единственный способ выжить. Как им, так и их семьям. А в целом все складывалось в благостную для немцев картину. Народ рука об руку с новой властью идет к светлому будущему. Теперь в общих чертах стало понятно, каким образом и почему в оккупированном городе мог состояться футбольный матч. Он был нужен как символ. Осталось установить, когда именно это произошло. Выйти на след самой игры. Пока нет фактов, отталкиваемся от легенды. Согласно ей, стадион во время этого матча был заполнен болельщиками. Значит, состязание было публичным, открытым. И о нем зрители наверняка должны были знать заранее. Через афиши или рекламные объявления в газетах. Газеты в оккупированном Киеве действительно выходили. Я держу в руках номер пронемецкого листка «Нове украинское слово», датированный июнем 1942 года. Такого рода изданий было несколько. И в них, кроме всего прочего, давался анонс наиболее значимых событий в жизни занятого немцами Киева. В том числе и спортивных состязаний. Вот здесь, например, говорится о предстоящем матче украинских команд «РУХ» и «Спорт». Действительно, спортивные соревнования в оккупированном городе, да еще в присутствии огромного числа болельщиков, должны были подтвердить миролюбивый характер нового режима. Легенда же гласит, что футболисты были расстреляны. За то, что ослушались приказа и выиграли у германской сборной. Сначала анонс о матче, а потом расстрел футболистов. Нелогично. После подобной акции число желающих общаться с немцами снизилось бы до нуля. Ведь подобную историю скрыть невозможно. Но, судя по газетным сообщениям и афишам, в Киеве летом 42-го года состоялось около десятка встреч украинских спортсменов с футболистами вооруженных сил оккупантов. И вот что интересно. Ни одного материала, где бы фигурировала команда под названием «Динамо», мы не нашли. Может быть, расстреляв футболистов, немцы ввели запрет и на название? А остальные команды продолжали играть лишь под страхом смерти. Что-то здесь не так. В основном фигурируют названия каких-то явно второстепенных команд. Есть «Старт» – команда «Хлебозавода», есть «Спорт». Часто упоминается «Рух», то есть «Движение» по-русски. Спортивное общество, созданное для спортсменов, поддерживающих новый порядок. Почему же нигде нет ни строчки о знаменитом «Динамо» – фаворите предвоенных чемпионатов СССР? Странно. Хотя легенда гласит о расстреле именно «Динамовцев», да и памятник в Киеве установлен им же. Но как тысячи болельщиков могли заполнить стадион, если о матче не было объявлено? Вопросов пока больше, чем ответов. Продвинуться в нашем расследовании удалось, когда мы нашли список игроков последнего перед войной состава «Динамовской команды». В числе прочих здесь есть такие фамилии. Трусевич, Кузьменко, Клименко, Балакин, Сухарев, Сверидовский и так далее. А вот список игроков футбольной команды Киевского хлебозавода номер один «Старт». За небольшим исключением – те же фамилии. 1942 год, лето. И, судя по футбольным анонсам, «Старт» – основной соперник всех команд, которые выставили оккупанты. Но почему киевляне представляют не свой родной клуб «Динамо», а выступают как команда хлебозавода? Может быть, это игроки второго состава? Тютчев, Гончаренко, Комаров, Балакин – это знаменитые футболисты первого состава киевского «Динамо». Предвоенного состава. Трусевич – это не просто известный человек, это вообще легенда Киева. Так как он играл на выходах, Трусевич – вратарь, не играл, как мне рассказывал дедушка, ни один вратарь в Советском Союзе. А второго состава тогда у команд просто не существовало. Может быть, смена на звание произошла из-за ведомственной принадлежности клуба? Как нам стало известно, команда была создана в 1927 году под эгидой ГПУ Украины, то есть чекистами. И все игроки в ней имели сержантские или офицерские звания. Хотя занимались они только футболом и ничем больше. По логике вещей, для немцев они все равно оставались кадровыми военными и подлежали, как минимум, заключению в концлагере. Тем не менее, этого не произошло. Невозможно представить, что немцы взяли опеку над футбольным клубом, где все игроки – офицеры противника. Как мы узнали, все было совсем по-другому. При ином стечении обстоятельств динамовцы вполне могли оказаться в лагере. Но помог случай. Когда началась война, все футболисты киевского «Динамо», естественно, были призваны в армию. И 9 человек служило в одном подразделении. Фронт был прорван, и они уже своим ходом дошли до Киева, который оказался оккупирован к тому времени. А в это время в Киеве директором хлебозавода киевского был такой панк-кордик. А киевлянин – австриец по национальности, очень влиятельный в городе человек, и при этом страстный поклонник футбола. Справили документы, нашли работу. Вот так 9 футболистов «Динамо» стали работниками хлебозавода. Новую команду поначалу попросту назвали «Хлебозавод». И она вполне вписывалась в придуманную немцами модель мирной жизни в оккупированном Киеве. Как нам стало известно из прессы того времени, знаменитый киевский футболист Георгий Швецов, поддержавший немцев, создал спортивное общество «Рух» и при нем одноименную футбольную команду. 7 июня 1942 года между «Рухом» и командой хлебозавода, костяк которой состоял из бывших «Динамовцев», прошел первый матч. Со счетом 2-0 победил хлебозавод. На уровне городских слухов это звучало так – чекисты фашистов отдубасили. Итак, бывших бойцов Красной Армии, а ныне трудящихся хлебозавода, немцы не тронули по очень простой причине. В рамках нового порядка футболисты помогали налаживать мирную жизнь. Если гестапо и знало о ведомственном прошлом спортсменов, то закрывало на эти сведения глаза. Текущий момент для немецкой пропаганды был важнее. Итак, в футбольном сезоне 1942 года появилась команда «Старт». Весь футбольный Киев знал, что под этим названием теперь играют самые любимые футболисты Украины. Главный бомбардир последних лет Гончаренко, виртуоз проходов в штрафную противника Клименко, обожаемый публикой Галки Пертрусевич и еще несколько выдающихся игроков. А это значит, что на поле будет фирменная атакующая динамовская игра. Поэтому билеты на матчи с участием этих игроков раскупались болельщиками очень быстро. Бывшая киевская «Динамо» теперь крутила колесики немецкой пропагандистской машины. Что же привело команду к роковому для нее матчу смерти? Да и вообще был ли он? А если был, то когда и с кем? Потому что команды Люфтваффе, сборной немецких военно-воздушных сил, о которой говорится в легенде, нам не удалось найти ни в газетах, ни на афишах. Теперь мы знаем, что в сезоне 1942 года команда выступала под названием не «Динамо», а «Старт». И судя по тому, как футболисты начали сезон, были они в неплохой спортивной форме. Первую игру стартовцы провели 7 июня с командой «Рух» и победили. Но «Рух» была хоть и профашистская, но украинская команда. А расстрел последовал после разгрома немцев. Данные о всех играх этого сезона чудом сохранились в архивах Киева. И теперь, последовательно изучая календарь тех матчей, мы надеемся выйти и на роковую игру, которая нашла свое отражение в легенде. Второй матч, проведенный, судя по афише, 21 июня, также не мог быть матчем смерти. Оказывается, Киев был оккупирован не только немцами, но и их союзниками, румынами и венграми. С Венграфта и начались международные состязания в Киеве. Мадьяры против «Старта» выставили сборную своего гарнизона и проиграли со счетом 7-0. Согласно найденным нами документам, в течение июня-июля 1942 года «Старт» провел, не считая игры с «Рухом», еще 6 международных встреч с немцами и венграми. И выиграл в каждой из них с общим счетом 38 забитых и 7 пропущенных мячей. Это только в официальных матчах сезона. А, например, румыны на такие игры не решались и провели со стартом всего лишь две неофициальные товарищеские встречи. Обе проиграли с разгромным сухим счетом. Отметим один очень интересный момент, который вполне может быть поставлен в заслугу нашим футболистам. Как удачный опыт по моральному разложению немецко-фашистских захватчиков. Немцы, венгры и румыны друг друга очень не любили. В результате «Старт», кроме киевлян, обзавелся еще тремя группами болельщиков. В матчах против немцев за наших болели венгры и румыны. В матчах против венгров – румыны и немцы. И, соответственно, когда шли игры с румынами, «Старт» поддерживали немцы и венгры. Уникальное явление. Сохранился рассказ очевидца, в котором описывается достаточно характерный эпизод. Когда немцы пару раз жестко сыграли против наших нападающих, на поле выскочила группа венгерских футболистов, проигравших старту за неделю до этого. И вот эти строки «Накостыляло грубиянам по шее». Итак, у старта выигрыш следует за выигрышем. Но пока нет никаких данных о том, что футболистам кто-то угрожает. Хотя, если верить легенде, немцы сделали все, чтобы киевляне проиграли. В книге «Последний поединок» Петра Северова и Наума Хеленского, вышедший в 1957 году, рассказывается, что на роковой игре киевским футболистам не разрешили иметь ни одного запасного игрока. В случае травмы замены были невозможны. А чтобы деморализовать киевлян, неизвестные молодчики перед матчем жестоко избили вратаря Трусевича. На игру он вышел, еле держась на ногах. Но заменить его было неким. Во время самого матча профашистски настроенный арбитр отчаянно помогал немцам и делал все, чтобы их соперники проиграли. Но так ли было на самом деле? Я был знаком с некоторыми очевидцами тех матчей. По их словам, игры проходили в нормальной спортивной обстановке. Никаких тяжелых травм не было, никто никого не бил. Легкие стычки, может быть, случались, но без таких стычек сейчас не обходится практически ни один футбольный матч. Ну и я уже не говорю о том, что никаких избиений перед матчем, запугиваний и так далее не было и в помине. Итак, мы установили, что в течение июня-июля 1942 года игроки киевской команды 7 раз официально встречались с соперниками и во всех матчах победили. Но ни одна игра не была похожа на описанный в легенде матч смерти. В июле 1942 года игроки команды «Старт» еще живы и здоровы. Но неожиданно нашими исследователями, которые параллельно изучали советские архивы, были обнаружены косвенные подтверждения расстрела игроков. Нам удалось найти копию указа Президиума Верховного Совета, датированного сентябрем 1964 года. Из этого документа следует, что четыре игрока киевского «Динамо» Трусевич, Кузьменко, Клименко и Коротких награждены медалью за отвагу, в скобках посмертно, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В следующем указе есть фамилии еще шести спортсменов команды «Старт», которые были награждены медалью за боевые заслуги. Но, судя по тексту, награда застала героев еще на этом свете. Медали были вручены им лично. Такой документ – это аргумент, с которым сложно спорить. Четверым посмертно и шестерым игрокам при жизни вручены награды. Но почему погибли только четверо? Ведь, по легенде, немцы расстреляли всю команду. А это, как минимум, 11 человек. Концы с концами не сходятся, поэтому мы продолжаем поиски. Изучив обстановку на футбольных полях Киева в июне-июле 42-го года, мы переходим к исследованию событий, случившихся в августе. По-прежнему нет никаких упоминаний о грозной немецкой команде Люфтваффе. Но нами обнаружена афиша матча, который состоялся 6 августа. У старта появляется совершенно новый соперник – немецкая команда «Флаг-Эльф». До этого она еще нигде не фигурировала. Судя по данным, указанным в заявке на матч, команда «Флаг-Эльф» была создана из футболистов, несущих службу в войсках противовоздушной обороны. Даже название-то можно перевести на русский язык как «Эльфы-Зенитчики». С нашей стороны на эту игру было заявлено 13 игроков, двое запасные. Исход матча 5-1 в пользу старта. Никаких данных о том, что после игры на киевлян обрушились репрессии, мы снова не нашли. Никто их в гестапо не забирал. Более того, по итогам этой встречи был назначен матч-реванш. В газете «Новое украинское слово» в разделе спортивной хроники появилось такое объявление. Сегодня, 9 августа 1942 года, на стадионе «Зенит» состоится вторая товарищеская встреча лучших команд города «Флаг-Эльф» и хлебозавода номер один «Старт». В германской команде планируется участие отозванных с фронта футболистов национальной сборной. Немцы явно настроились на победу. Ожидалось, что этот матч пройдет на главном стадионе Киева. Но в последний момент встречу перенесли на поле стадиона «Зенит». Казалось бы, нелогично. Играют лучшие команды. Город бурлит. «Флаг-Эльф» усилен футболистами сборной Германии. Ключевое событие сезона. Но почему-то выбран стадион где-то на отшибе. Причина такого переноса стала понятна, когда нам удалось познакомиться с документами киевского гестапо. Оказывается, сюда стали поступать доносы, что игры старта с командами оккупационных войск служат поводом для разжигания антигерманских настроений. Во время матчей, в особо острые моменты, из толпы слышны выкрики, которые носят провокационный характер. Особенно часто звучит призыв «Бей фашистов». Ввиду того, что в играх постоянно побеждают не немцы, их союзники, а противники, каждый такой проигрыш носит политический характер. С подачи шефа гестапо коменданту Киева генерал-майору Эберхарду рекомендовалось футбольный сезон прекратить как можно раньше. Желательно убедительной победой германских футболистов, но при этом сделать так, чтобы в городе оставалась спокойная обстановка. 9 августа 1942 года стадион «Зенит» был битком набит зрителями. И мирными жителями, и военными. В отчете об игре репортеры написали, что ее начало было задержано на целых 15 минут. Ждали самого коменданта Киева генерал-майора Эберхарда, который приказал игру без него не начинать. Все это время болельщики вели себя неистово. Из отчетов спортивных репортеров и опубликованных после войны воспоминаний ряда очевидцев мы установили примерный ход событий. И он вполне соответствует легенде. Немцы открыли счет. Страсти накалялись. Есть свидетельства очевидцев, что кроме выкриков «бей», «фашистов» начали звучать и другие, не менее обидные для новых хозяев пожелания. Потом наши сравняли счет. Потом вырвались вперед. Атмосфера на стадионе царила такая, словно в товарищеском матче сошлись не две обычные команды, а две сборные, вермахта и Красной Армии. Чтобы успокоить трибуны, охране даже пришлось несколько раз стрелять в воздух. Мы не знаем, заходил ли киевским футболистам во время перерыва кто-либо из немецких офицеров с угрозами. Подтверждение этому не найдено. Во втором тайме немцы отчаянно атаковали. Счет почти сравнялся, но в итоге в тяжелейшей борьбе старт победил 5-3. Два решающих гола забил Макар Гончаренко. Больше игр с немцами в этом сезоне не было. Таинственную команду военно-воздушных сил Люфтваффе, после игры с которой были расстреляны киевские футболисты, нам обнаружить так и не удалось. Скорее всего, название этого легенде появилось по принципу испорченного телефона. Были зенитчики Флакельф, стали летчики Люфтваффе. В принципе, профессиональные антиподы, но для наших сказочников-пропагандистов какая разница? Что же произошло с нашими футболистами после этой игры? Если за этим матчем других не последовало, логично предположить, что киевлян вполне могло забрать гестапо. Хотя непонятно за что. Они делали свое дело на поле, а то, что творилось на трибунах, это уже эмоции, болеющих за любимую команду киевлян. Мы продолжаем наше расследование. Оказывается, за эту победу никаких неприятностей для футболистов не последовало. Вот строчки из воспоминаний одного из главных героев этого матча Макара Гончаренко. Мы спокойно покинули стадион, хотя атмосфера вокруг царила накаленная. Кстати, если немцы расстреляли футболистов именно за победу, то почему они тогда не расстреляли Гончаренко, который забил в этой встрече два мяча? Как нам удалось установить, игра 9 августа с немцами не была последней для старта. Администрация Киева, чтобы придать окончанию сезона цивилизованный характер, назначила на 16 августа встречу старта с другой украинской командой, прогерманским рухом, победой над которым наши герои, собственно, и открыли сезон за два месяца до того. Эта игра и стала последней. Старт снова победил. На этот раз со счетом 8-0. А общий счет в 10 играх стал 56-11 в пользу бывших динамовцев, не потерпевших в этой футбольной войне ни одного поражения, и разгромивших и немцев, и всех их союзников, и приспешников. 18 августа 1942 года, спустя два дня после последнего матча, футболисты старта были действительно арестованы. Их доставили в здание гестапо по адресу Короленко, 33. Сейчас здесь находятся службы безопасности Украины, а до этого располагались НКВД и КГБ. Но забрали не всех. Из 14 футболистов взяли только 10. Тех, кто работал на хлебозаводе. Как нам стало известно из документов гестапо, причиной для ареста стал не футбол, а донос. На хлебозаводе номер один, работавшем на немецкую армию, и где по совместительству трудились арестованные, в мешках с мукой было найдено толченое стекло. В доносе говорилось, что это дело рук про советских игроков старта, бывших динамовцев, которые были и остались сотрудниками НКВД, и выполняли поручения своего подпольного руководства. Авторство доноса приписывают тренеру команды РУХ Георгию Швецову, который завидовал успехом коллег, и мечтал, чтобы именно его команда была в фаворе у хозяев. Не мог он простить старту разгром своего руха. 11 октября 1942 года после допросов футболисты были направлены в концлагерь, в местечко Сырца, на окраине Киева. Допросы показали, что к диверсии на хлебозаводе спортсмены не причастны, но на всякий случай их, как действительно бывших работников системы НКВД, упрятали за колючую проволоку. Как мы знаем, из указа, подписанного Хрущевым, динамовцы были награждены. Четверо из них посмертно. В концлагере в Сырце оказались 9 футболистов, но как получилось, что половина из них все-таки была расстреляна? Неужели немцы мстили за поражения, понесенные ими на футбольном поле? Почему же тогда расстреляли только четверых, включая вратаря, и не тронули остальных, в том числе и главного бомбардира Макара Гончаренко? Ответы на эти вопросы мы нашли, изучая архивы, брошенные немцами в ноябре 1943 года после отступления из Киева. Действительно, в концлагере погибло четверо из легендарной команды. Гестапо установило, что футболист Николай Коротких являлся членом партии, кадровым чекистом и подпольщиком. Его казнили еще осенью. А трое остальных, вратарь Трусевич, а также Кузьменко и Клименко, были расстреляны лишь 24 февраля 1943 года. Причина их гибели проста, трагична и во многом случайна. Они просто попали в число так называемых наказанных заложников. Дело в том, что у немцев была такая традиция. За какие-то партизанские диверсии они наказывали каждого третьего или каждого пятого из числа заключенных. Наказывали, значит, расстреливали. И 23 февраля на Киевском заводе «Слава» был произведен поджог. Эти футболисты просто оказались крайними. Каждым третьим или каждым пятым. А их товарищи при этом уцелели. Четверо из них вышли на свободу. А судьба еще одного оказалась сложной. Футболист Павел Комаров, прекрасный инженер, был угнан из лагеря в Германию. Там работал в КБ мессершмитта. А после войны эмигрировал в Канаду. В Киев не вернулся и был обвинен в предательстве. Хотя никого и никогда не предавал. Итак, нам удалось отделить правду от вымыслу. И она более интересна и драматична, чем порожденная эта история и легенда. Наши футболисты в тяжелейшем поединке вырвали победу у немецкой команды. Даже не одну, а десять. Никто им не угрожал расстрелом и не предлагал проиграть тот или иной матч. Все поражения киевляне нанесли противнику фактически на его территорию. И в тот момент, когда Гитлер считал, что победа над Советским Союзом практически у него в кармане. Но с уходом немцев из Киева в 43-м году и даже после победы над Германией исследуемые нами события еще не закончились. В 1946-м году оставшихся в живых футболистов обвинили в сотрудничестве с оккупантами. На них были заведены дела и начались допросы. Спасло игроков вмешательство генерала Строкоча. Во время войны он был начальником штаба украинского партизанского движения и прекрасно знал, что творилось в Киеве в 1942-м году, когда на поле старт играл против оккупантов. Сразу после войны генерал был назначен министром внутренних дел Украины. Оказывается, Тимофей Амвросевич Строкоч еще до войны работал председателем республиканского общества Динамо и знал всех игроков лично. Когда у бывших его подопечных начались неприятности, он отдал приказ положить большинство дел в отношении футболистов под сукно, а четверым даже дал разрешение на подачу заявки для игры в первом послевоенном сезоне. Так началось возрождение киевского Динамо. Когда наступила хрущевская оттепель, действия бывших динамовцев оценили как большой вклад в борьбу с фашизмом. Команде был поставлен памятник, а 10 игроков получили правительственные награды. Один игрок, Федор Тютчев, не дожил до этого события, не вынес послевоенных унижений, начал пить, а потом уже не смог восстановиться. К сожалению, легенда, придуманная журналистами, оказалась более живуча, чем реальная история. По этой легенде, в начале 60-х на Мосфильме даже был снят художественный фильм «Третий тайм», который в 1963 году собрал 32 миллиона зрителей и стал одним из лидеров проката. В связи с этим расследованием мы отсмотрели множество кинолент, посвященных футболу и документальных, и игровых, снимавшихся в Советском Союзе еще с 30-х годов. И вдруг в одном фильме мы увидели знакомые по фотографиям лица игроков довоенного киевского «Динамо». Такое ощущение, что этого не может быть, и тем не менее. Фильм мы отсмотрели буквально по кадрам, сравнивая с фотографиями. Это настоящая сенсация. Открытие. Киевский стадион «Динамо». Мы видим наших героев живыми, видим, как они двигаются, разговаривают, улыбаются. Оказывается, в знаменитом фильме «Вратарь», снятом в 1936 году на роль футболистов, окружающих главного героя, были приглашены игроки именно киевского «Динамо». Они же почти в полном составе изображают команду буйволов. Вот Павел Комаров, тот самый, которого угнали в Германию. Смотрите, как он играет головой. А на этих кадрах запечатлен Олег Лаевский. Фильм этот мы видели неоднократно, но вдруг он открылся какой-то новой документальной гранью. И кадры, которые мы благодаря случаю обнаружили, наверное, лучший памятник легендарной команде. Далеко не все наши соотечественники, оказавшись на оккупированной территории, уходили в подполье или в партизаны. Не все брали в руки оружие, чтобы бороться с врагом. Но не нам осуждать кого-либо за их выбор. Для наших ребят эти игры были не матчами смерти, а матчами жизни. жизнь, которая продолжалась в тяжелейших условиях оккупации. Они были футболистами и показывали свое мастерство, обыгрывая соперников. В 1942 году они показали класс и поставили на место возомнивших о себе новых хозяев жизни. А потом пережили то, что не дай Бог кому-либо из нас пережить. Светлая им всем память. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин